Глава района Алексей Валов поблагодарил сотрудников комитетов по культуре и спорту за организацию новогодних праздников. Всего в районе прошло более 400 культурных и спортивных мероприятий, на которые пришли десятки тысяч человек. Только в городском поселении Щелково на новогодних елках было больше 10 тысяч ребятишек. И все они получили подарки. Состоялась 12-дневная зимняя смена в центре Юнармеец. 153 школьника, включая детей из Донецка и Луганска, отдохнули в лагере. Все праздничные мероприятия прошли без происшествий. К работе ЖКХ тоже больших претензий не было. Службы жилищно-коммунального хозяйства хорошо отработали в праздничные дни. Мусор вывозил в целом планово. Есть вопрос к отдельным частным предпринимателям, которые позволяли себе халатно отношение к уборке территории на объектах и рядом с ними. Будем разбираться, при необходимости с каждым случаем отдельно. Особой благодарности главы района удостоился Щелковский водоканал за устранение прорыва коллектора от звездного городка через деревню Лениха в сторону микрорайона Чкаловский. Вы знаете, что там у нас целая улица была подтоплена из-за рушения до коллектора. Я считаю, что водоканал проявил самоотверженность, профессионализм высочайший. И в короткие сроки для такой крупной ЧС устранил неполадки. На очереди еще один праздник – Крещение Господня, который уже не первый год активно отмечают в нашем районе. В этом году озабоченность вызывает высокой температуры воздуха, когда лед на водоемах, где традиционно оборудуют купели, еще не установился. Комиссия по чрезвычайным ситуациям проверит перед праздником места крещенских купаний во всех поселениях района. Говорили и о более отдаленных планах, в частности о ликвидации объектов незавершенного строительства. На данный момент сейчас уже подготовлены две дорожные карты по завершению строительства объектов жилищного назначения. А также вторая дорожная карта – это по завершению строительства объектов общественного и жилого назначения. Мы ведем активную работу и 15 февраля мы представим уже полностью две дорожные карты по этим объектам.